Вот тематики истории Великой Отечественной войны. Отдельные вопросы рассматриваются, допустим, в подготовке ГИА. Тоже это есть отдельный раздел для учителей истории, это я говорю. Вот. Если мы берем тему, вот я буду сейчас о ней говорить, выборочно, тему Кузбасс в годы Великой Отечественной войны, внешне выглядит это таким образом, что вроде там все изучено, все известно, многие моменты изучались еще там в советский период. Вот, допустим, материалы, которые я сейчас буду рассказывать про 376-ю стрелковую дивизию. Есть ряд книг Зинаиды Прокофьевны Верховцевой. Ее, к сожалению, нет текста в интернете, есть только в библиотеках, посвященные как раз в боевом пути 376-й дивизии. Если вскрывать дальше материалы, а также их делать как аппликацию такую на использование их на уроках, в учебных курсах, можно наблюдать, что там, в общем, много очень возможностей. То есть много белых пятен, что ли, много что неизвестно, много что забыто, много что не исследовано. И вот эта вся деятельность, сейчас все видят, что идет подготовка к 30-летию Кузбасса. Мы будем эту тему дальше развивать весь следующий учебный год и на семинарах, и на форуме Дни истории, и в рамках семинаров для учителей по основам духовно-нравственной культуры. И там тема героизма Кузбасса в годы Великой Отечественной войны, она будет как особая тема. И тема эта, надо сказать, в общем, по ней еще можно будет работать очень долго. То есть это только внешне кажется, что все изучено. На самом деле, чем дальше ты, чем дальше, допустим, я материал анализирую, перебираю, разбираю, видно, что деятельность этого историки Кузбасса, конечно, должны продолжать, ни в коем случае не забывать ее, хотя все дальше и дальше, от нас тут 45-й год становится, ветеранов уже живых практически не осталось, именно участников войны. Вот. И тематика эта будет продолжать развиваться. Ну и вот в рамках своего выступления, я плавно к нему перехожу, я попробую сейчас методически систематизировать тот материал, который уже есть, который создан, и по которому идет работа. Итак, тема выступления моего называется «Подвиг воинов-кузбассовцев в годы Великой Отечественной войны». Методика преподавания на занятиях по истории Кузбасса и основанной духовно-народной культуры народов России. Для характеристики подвига кузбассовцев в годы Великой Отечественной войны учитель может светить первую часть занятия, взятую на эту тему, то есть «Кузбасс в годы Великой Отечественной войны» «Боевому пути одного из соединений, сформировавшихся в Кузбассе, ну, либо преимущественно из кузбассовцев». То есть, делаю пояснение, потому что все кузбасские соединения, которые формировались на территории Кемеровской области, они сформировались в рамках тогда еще Новосибирской области. То есть, Кемеровская область возникла уже в январе 43-го года. С января 43-го года уже отдельных дивизий или полков не формировалось. То есть, все было сформировано в 41-42-м годах. Итак, перечень кузбасских соединений. 376-я стрелковая дивизия. Она участвовала в операциях по деблокаде Ленинграда и единственная дивизия, которая получила название «Кузбасская», полное название «Кузбасско-Псковская стрелковая дивизия», она формироваться стала с августа 41-го года. Я про ее боевой путь немножко сейчас расскажу в своем выступлении. Формировалась только из «Кузбассовцев» главным образом. И надо сказать, что какое, допустим, есть памятное здание, оно существует в центре города, на улице Кирова, там рядом со стадионом. Штаб там располагался 376-й стрелковой дивизии и 303-й стрелковой. Как только 376-ю стрелковую сформировали, дальше отправили на фронт, дальше я вот перечислю те соединения, которые были после нее. 303-я стрелковая дивизия формировалась с декабря 41-го года. Она участвовала в Воронежской битве. 237-я стрелковая дивизия, она формировалась в Новокузнецке, тогда он назывался Сталинск, тоже Воронежская битва. Это дата примерно июль, то есть на фронт 303-я, 237-я, мы ехали в июле 42-го года. 150-я Сталинская стрелковая дивизия, она формировалась в рамках вообще Новосибирской области. Один полк формировался из «Кузбассовцев» в «Кемерово» стрелковый полк, и еще один полк формировался в «Ленинске» — артиллерийский полк. И у нас еще остается седьмой зенитно-пулеметный полк, который формировался в «Ленинске». Ну, если мы говорим про участие «Кузбассовцев» в Великой Отечественной войне, есть еще несколько соединений, которые состояли из «Кузбассовцев», но по литературе они проходят, ну, меньше, что ли. Например, 137-я бригада «Анжера-Сулжинск», это тоже 1941 год, и 486-й гаубичный полк, который тоже состоял во многом из «Кузбассовцев», он формировался в Новосибирске, тоже можно искать в рамках этих частей, то есть вы набираете в интернете «Боевой путь», вот эти вводите названия соединений, и можно по ним искать биографии земляков, «Кузбассовцев», которые участвовали в Великой Отечественной войне. Так, значит, 376-я Кузбасско-Псковская дивизия, ее боевой путь, вот кратенько я скажу буквально, связан с чем? С контрнаступлением под Москвой, на фронт она прибыла в ноябре 1941 года, это видно по письмам, которые можно посмотреть, ну, ветеранов и воинов дивизии, и успела поучаствовать в следующих боевых операциях, это контрнаступление под Москвой, далее несколько операций, связанных с деблокадой Ленинграда, операции были преимущественно неудачные, то есть, вот, если кратко, исторически, например, обозначать, чтобы вы, как педагоги, понимали, о чем идет речь, потому что, к сожалению, видно, что и в литературе, и в статьях, и видно, что несколько такое размытое понимание того, что происходит, и вот Кузбасско-Пскотская дивизия, 1942 год, когда она состояла именно из кузбассовцев, ее боевой путь связан прежде всего с такими событиями, как наступление 2-й ударной армии в Мясном Бару, то есть, 376-я дивизия пробивала коридор для окруженных частей, ну, связанных с именем генерала Власова. Так, если вы занятия строите по боевому пути 376-й дивизии, ну, понятно, что там 40 минут, желательно вставить видеофрагмент, это входит в требования ФГО сейчас, и вот я долго пытался найти видеофрагмент, посвященный именно контрнаступлению под Москвой, ну, честно могу сказать, что при формировании занятия, что ли, когда вы ресурсы электронные подбираете, видеофрагмент найти довольно сложно, почему? Потому что там либо реклама есть, либо, вот я здесь поместил ссылку в Ютубе, но, честно могу сказать, что не рекомендую пользоваться ссылкой из Ютуба, потому что понятно, что она может заменяться, там совсем другое может появляться. Так, после того, как вы видеофрагмент показали, ну, можно еще снабдить каким-то графическим материалом, например, карта, в которой отражается как раз, ну, география боев, то есть на этой карте вот, сейчас попробую, не знаю, видно у вас на экранах, видно, что задача нашего вот кузбасского соединения заключалась в том, чтобы пробить то кольцо, которое было замкнуто вокруг Ленинграда, и вот бои шли с переменным успехом, то есть очень долгий, долгий период, весь 42-й, весь 42-й год, и частичный прорыв был только январь 43-го года, это Синявинская операция, но тогда уже дивизии из кузбассовцев полностью не состояла. То есть самые такие напряженные, тяжелые, трагические события это декабрь 41-го и вплоть до примерно апреля-мая 42-го года. На карте видно, что боевые действия проходили в основном так, это у нас Волховский фронт, и речь идет о боях во время переправы через реку Волхов, очень трагические события в истории Великой Отечественной войны, ему посвящены там стихии отдельные, и видно то, что, несмотря на героизм наших бойцов, блокаду Ленинграда части в тот момент, на начало 42-го года пробить не смогли, ну и увязли, что называется, в позиционных боях, то есть частично смогли потеснить, часть территории освободили, речь идет о Новгородской области, и город Чудов, то есть когда объясняете, где все происходило, если рассказываете про воинов 376-й дивизии, это речь идет о город Чудов, Новгородской области. Ну, далее можно, например, форма такая, зачитывать, воспоминания воина дивизии, я, например, нашел воспоминания Юрия Шамшурина, который был ветераном, разведчиком 1250-го стрелкового полка 376-й дивизии, можно для усиления эффекта включить, так как речь идет о деблокаде Ленинграда, музыку Шостаковича, 7-я ленинградская симфония. Ну вот я попробую смоделировать фрагмент урока, что ли. Итак, как происходили бои? 25 декабря 41-го года, 4 часа утра, тишина, навалилась цепенячая, жуткая, над вражеской обороной бесшумно взвивались осветительные ракеты, и от деревьев на снег падали, неестественно, черные тени. Вот фрагменты, которые вы видите, в смысле фотографии, это взяты как раз именно из тех фронтовых фотографий, связанных с контрнаступлением под Москвой, не просто взятые из интернета картинки. Бой был жестокий, когда я поднялся на тот берег Волхова, поле перед опушкой леса, вдоль которой проходила оборона противника, озарялось огненными вспышками, рвались вражеские мины, светлячки трассирующих пуль по всем направлениям исчертили ночную темень, на снегу шипели горячие осколки. Наши атакующие батальоны несли тяжелые потери, и все же мы шли вперед. Вот и неприятельские позиции. Уже захвачен первый вражеский дзод, второй, третий. Возле них много трупов в серо-зеленых шинелях. Тут дело дошло до штыков, и солдаты наши не сплоховали. Вот известная фотография. На этом фото желательно пояснять, что это немецкие солдаты сдаются в плен. Красная армия. Разведчики обычно не вступают в открытый бой. На передовой и во вражеском ТАУ у них свои задачи. Однако положение у батальона было трудное. Мы рассыпаемся в цепи, идем на штурм очередного дзота. Вот тоже фотография, как раз зима 1942 года. Смеркалось, когда командир 3-го батальона приказал мне срочно доставить в штаб донесение. В батальоне осталось 25 человек. То есть можете себе представить, как вы учителя истории, специалисты и учителя, которые ведут, проводят занятия по этой теме, по военной именно. 25 человек из батальона. В батальоне Красной Армии по штату было 570 человек. Представляете, что там происходило. Впереди опоясанные беспрерывными вспышками выстрелов смутно вырисовывалось еще три дзота. Требовалось подкрепление. После того, как видео вы посмотрели, зачитали воспоминания, можно поработать в группах, тоже соответствует всем требованиям современных. То есть, например, позадавать вопросы. Первая группа учащихся может отвечать на вопрос, зачем воины-сибиряки сражались за освобождение Москвы и Ленинграда. То есть, в общем, городов. Почему так яростно сражались? Городов, которые находятся за тысячи километров от их родных сел, городов. Вторая группа. Можно задать задание вспомнить те лишения, которые испытывали жители блокадного Ленинграда. Третья группа. Почему необходимо сохранить память о 75-летии Победы? То есть, зачем это нужно? Зачем нужно вот именно помнить бодвиг воинов Кузбасской дивизии? Все это, все эти вопросы надо задавать, конечно, на занятии. Особенно актуально, если, например, классный час проходит, проводите по уроку мужества, потому что надо видеть, чтобы ваши ученики понимали, чтобы было вот это понимание на уровне, не знаю, может, архетипного мышления, что я о подвиге, о героизме, о необходимости защиты Родины. Это было не просто какой-то рассказ о войне. Вот это важно, я считаю, очень. Понимание для педагогов, которые проводят это занятие, преподают историю Великой Отечественной войны, что воспитательный компонент, он здесь не менее важен, чем содержательный. Потому что содержательно, вы это рассказываете, да, но это не просто история. То есть, история Великой Отечественной войны в понимании и вас, как учителя, и учеников, должна отличаться от истории, допустим, каких-то войн, которые были когда-то давно, где-то за границей, ну вот, той же самой, допустим, войн там в 19 веке, в 18 веке и так далее. Ну, на работу группы можно и на ответы по 5 минут отвести. И, если мы переходим к собственной методике проектной деятельности, здесь можно использовать традиционный биографический подход, обычно, вот, ну, все, кто в школе, в высшей школе изучал вот, тему, историю Кузбасс года Великой Отечественной, все помнят, что основные биографии, которые задавались на, там, различные формы проектных работ, были Юрий Вера Волошиной, Юрий Двужильный, ну, и так далее. И проектная работа, то, что я предлагаю, это, как бы, вариант, такой, понятно, что вы можете варьировать это все, это, либо проектная работа, традиционный рассказ о своем родственнике-ветеране, либо можно, например, обучителе-ветеране одной из Кузбасских дивизий. Ну, и вот, каким образом искать проектную работу, могу привести пример, что у нас в Крепкро сделан усилиями работников института с 2012, 2012, первый том вышел, 2016 год, вышел такой сборник, который называется «Учитель в пламени войны». По ссылке вы можете там в презентации зайти на в электронном варианте, там очень удобно все сделано, выложено все на сайте Крепкайпро. И, вот, например, работая с этим сборником, можно найти биографию ветерана, к примеру, 1250-го полка, как раз того самого полка, 376-й стрелковой дивизии. Я, например, нашел Виктор Овчинников. И вот, например, материал для проектной работы вы можете искать по своей территории, по своей школе уже. Вот, краткая его биография, что он как раз был полковая разведка 1250-го полка, 376-й стрелковой дивизии. Так, коллеги, спасибо за внимание. Теперь слово можно представить Марине Ильиничной, картавой. Марина Ильинична, может, вам слово. Можете листать презентацию, да? А, листаю, куда я нажимаю, чтобы она листалась-то? Где место? А, все нашла, нашла. Следующий слайд поняла. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы сегодня принимаем такую важную тему. Я вообще хотела предложить вам в контексте этого вебинара тему осмысления подвига. Именно подвига, как того, того явления, той сущности, которая вообще движет человечество. От слова подвиг у нас имеет корень двиг, двигать, то есть оно двигает человечество всегда к лучшему. Да, то есть вот в этом контексте хотела предложить вам познакомиться с патриотическим проектом галереи национальных героев, который как раз в центр своего, вот своей деятельности проектной ставит мысление подвига. Меня хорошо видно, слышно? Да, все нормально? Все нормально, да? Вот, смотрите, я хочу сказать, вообще в теме у меня будет, вступление моем будет две темы. Первая посвящена осмыслению подвига через проект галереи национальных героев. И вторая тема здесь же будет, это дети и война в отечественном и зарубежном кинематографе. Все это, конечно, из опыта. То есть я с этим работаю уже более пяти лет и подробной работы много, охватно. То есть обхожу практически все школы как методист, методист детского центра творчества по работе с учащимися. И стараюсь эту деятельность именно расширять на все учебные учреждения. Это, как правило, подростки, то есть учащиеся среднего звена, шестые и седьмые классы и старшего звена. То есть, по сути дела, это шестые, там даже пятые могут быть, пятые, ну, как правило, десятые классы, одиннадцатые редко попадают. Вот это аудитория, которая прошла через эту проектную деятельность. Вот несколько слов об этом проекте. История его началась в 2015 году. Он начался как проект годовой, заложенный, как, скажем так, запущенный, вот как раз 15-й год, юбилейный был год, да, проект для всех учебных учреждений города и гостей нашего города. и в чем его была сущность. Сейчас мы попробуем с вами понять, что же это за проект был. Может быть, кто-то о нем уже знает, или, может быть, вы захотите его развивать. Посмотрите, у нас девиз был, нам не все равно, что именно не все равно нам, да, нам не все равно, кто такие герои наши национальные. Сразу же скажу, что я не говорю сегодня только о героях Великой Отечественной войны, потому что он намного шире был, этот проект, но мы потом сконцентрируемся и на героях, в том числе и наших, в том числе и кузбассовцев. Нам не все равно. И цель у него была такая, конечно, и вектор этого проекта был очень, такой, я бы сказала, мощный. Приобщить молодых людей к духовно-патриотическим основаниям национальной культуры, героики, мотивировать интерес к исторической жизни Отечества, его героям, формировать в духовном кругозоре детей высшие человеческие ценности, уважение к кратному подвигу, созидательному творчеству, трудовым завоеванием святости, способности иметь идеалы. То есть, посмотрите, мы не говорим о героях только Великой Отечественной войны. Наша задача поговорить о героях нашей родной, любимой России, нашего Отечества. И если так посмотреть, почему вообще, откуда пошла идея этого проекта, ну, я скажу так, как руководитель более широкого проекта, называется он «Достучаться до сердец», возможно, вы тоже о нем слышали, потому что вот этот проект входит туда, то есть это как уже дочернее, да, дочернее ответвление, скажем, да, то получается у нас такая вот ситуация была. Я ходила по школам, начиная с 2012 года, по большим детским подростковым аудиториям, и когда темы касались национальной героики, я всегда работала на, начинала встречу с викторины, о том, знают ли наши подростки национальных героев, назовите хотя бы пятерых, я всегда говорила, давайте назовем пять героев национальных из любой эпохи, и здесь получалась одна и та же ситуация, сразу скажу, это было более полутора тысячи учащихся, одна и та же ситуация, это были лагеря, как правило, летние загородные площадки, школьные площадки детские, и вот здесь как раз и собиралась та аудитория, где я пыталась с ними разговаривать о героях и о подвиге, и была одна и та же ситуация, ни в одной аудитории, начиная с восьми лет, заканчивая восемнадцати, то есть восемнадцать лет, это были старшеклассники и активы, не были названы правильно пять героев в соответствии с их эпохой и подвигом, и вот здесь я поняла, что что-то происходит с нашим поколением, что наше поколение, к сожалению, сколько бы ни работали историки, и филологи, и классные руководители, почему-то все проваливается, проваливается, вот в их восприятии не складывается вот в единую такую картину подвиг и герой, а это очень важно, вот давайте посмотрим, вот кто же такой вообще наш национальный герой, будь то герой ратного подвига, или это герой святости отечественной, например, там Дмитрий Донской, благоверный князь, или герой историческая персона, или это трудовых будней герой, или это силы духа герой, или это герой какого-то жертвенного подвига, когда вот раз и сразу же в горящую избу, и спасает, и погибает, всегда обязательно должно быть триединства, герой определяется эпохой и раскрывается в подвиге. И вот если это триединство не осмысленно конкретным человеком, если он слышал только имя, но не соотнес его с эпохой, и тем более не познал его подвиг, то, к сожалению, мы имеем то, что мы имеем. Они слышат имя, но они не знают, в какое время жил-то герой. Я вам даже скажу такую страшную ситуацию в нескольких аудиториях героями нашими национальными назывались и Наполеон, и Гитлер. Притом, это было не просто так, ну, как сказать, на шутке сказано, да, на детской такой. Нет, это просто было на какой-то такой ассоциации. Мы знаем, что такой был, да, вот мы слышали о нем, а что и как, мы понятия не имеем. Но все, конечно, в момент смеются, к сожалению, но нам от этого только горько. И вот этот проект галереи национальных героев, он стартовал в 15-м году как годовой. Он был во время этого года запущен на 5 площадок разных. Площадки, когда мы собирались на определенную, вот, как раз тем, например, Герой Святые, Герой Ратного Подвига, Герой Силы Духа. И закончился он потом большим-большим форумом. Он был даже областной форум с приглашением с территории, потому что этот проект поддержала администрация города и под покровительством нашего мэра мы провели большой форум на 400 человек. Форум длился 8 часов. Вот это самое масштабное, что было в этом проекте. Но я потом покажу фотографии. Сейчас мы попробуем понять, что же такое постижение именно подвига национальных наших героев. Вот, посмотрите, мы, кого мы предлагаем, понимать как героев, еще раз, святые земли русской, полководцы, Герой Ратного Подвига. Притом мы начинали понимать Герой Ратного Подвига с 10 века. То есть, естественно, отдельная была, конечно, страница Ратный Подвиг Великой Отечественной войне, но, тем не менее, расширяли эти границы. И увидели, уже успели, наверное, прочитать. Обязательно понимание национальный герой это тот человек, который совершил именно подвиг. И этот подвиг нужно осмыслить. Нужно его провести через впечатление души. Нужно обязательно сделать так, чтобы он соприкоснулся с душой. То есть, произошло такое именно впечатление, то есть, восприятие подвига, и тогда он остается. И мы предложили представлять историю героев в креативном формате. То есть, отойти от традиционной формы реферата, потому что это у нас сегодня делать дети умеют. Они умеют скачать рефераты, сделать рефераты, встать их, заложить в папочки, начинать читать рефераты, и мы видим одну и ту же ситуацию, что в это время зал зрительный, который воспринимает этот реферат, он практически на 80% выключается. Умение слушать реферат, это тоже навык. И этот навык, к сожалению, сегодня тоже потихонечку растворяется. То есть, он не, не умеют этого делать дети. Нужно, чтобы это было ярко, креативно, производило впечатление, чтобы это был номер. И мы предложили вот тогда, в то время, создавать такие вот номера, творческие, креативные номера, используя различные спектры жанров. Вот если кто-то вышел из советской школы, он помнит этот конкурс о гибригад или музыкально-литературных композициях. Вот этот жанр самый актуальный для нас. Потому что главное, что мы хотим, мы хотим, чтобы те, которые приняли участие, представляя героя, представляя его историю, этого героя, чтобы они сами ее, во-первых, погрузились, потом они попробовали с помощью, конечно, взрослых, наших, педагогов, попробовали это представить, как бы это можно было бы сделать через песню, стихи, пластику, инсценировку, миниатюру. И дальше нужно минут 7-8 на представление истории героя. Это может быть герой один, как, например, тот же Александр Матросов. Это может быть герои, то есть целая группа, например, рота, это могут быть там панфиловцы, да, то есть это может быть такой групповой подвиг, но мы вставим обязательно, вот обязательно в центр постижения подвига, подвига, как самую высоту человеческого духа. Выше человеческий дух себя никогда ни в чем не проявлял, чем как в подвиге. И мы понимаем, что когда высота человеческого духа через подвиг осмысляется, то она входит в глубину человеческого сердца. У нас выходит такое сопряжение высота духа и глубина человеческого сердца. Это вместе, потому что это мы наблюдали, когда эти площадки у нас были, работали, мы наблюдали, как дети воспринимают именно эти все истории подвига через вот такие вот музыкальные композиции или какие-то творческие миниатюры. Важно пропустить его через сердце, и тогда подвиг станет понятным, запомнится, и может быть даже в нужный момент в жизни он сыграет какую-то свою очень важную роль, потому что подвиг это никогда не есть информация, никогда. Подвиг всегда идет он все-таки через душу, и вот именно через сердце, через проникновение, через желание остановиться, вот остановиться, и вот тебя потрясло, как говорится сегодня молодежь, тебя торгнуло, вот этот вот вектор мы задаем в нашем проекте. Дальше мы попробуем с вами, вот сейчас я попробую немножечко быстро с вами сделать такой интерактив, а как мы вот с вами, что мы делаем, если мы пытаемся осмыслить подвиг. Вот посмотрите, от героев-то былых времен не осталось порой имен, особенно это для молодого поколения. Я сейчас скажу вам, что этот проект может работать в нескольких вариантах, как вот у нас работало. Первый год мы его крутили масштабно, через площадки, потом у нас финальный был форум, но жизнь показала, что сегодня педагоги, к сожалению, завучи по висательной работе, они настолько все перегружены, переутомлены, пере-пере-пере, что вот сделать это системой, чтобы постоянно школа готовила площадку, на площадку какого-то героя в интерактивной форме, например, раз в три месяца, это практически невозможно стало. Вот один год мы так прожили, а дальше мне стали предлагать педагоги форму, давайте мы их вам приведем, а вы уже делайте с ними что хотите на своей площадке. И я перешла в другой формат. Я стала проводить вот такие интерактивные площадки, когда приводят школьников, в основном это шестые, седьмые, седьмые классы, в основном это те, которые не очень заняты как бы в плане того, что у них еще нет ОГЭ, ЕГЭ, да. И дальше я с ними делаю интерактивную площадку, викторину, ищем смысл подвига, раскрываем этот подвиг, смотрим ролики, видеосюжеты, смотрим какие-то творческие номера, прошу подготовить творческие номера, например, песни, допустим. И если хоть кто-то, хоть одна школа приготовит вот хотя бы один такой номер, один, для того, чтобы вот показать, как это вообще можно увидеть подвиг героя через креативный номер, это уже очень хорошо. И вот обычно я сейчас работаю два раза в году, такие вот открываю площадки интерактивные, когда готовлю себя в основном сама, предлагаю это детям, обычно бывает это 60 человек, наш зал вмещает 60 человек, по 10 человек от школы, вот я вот сейчас быстро-быстро проигрываю, как мы попытаемся осмыслять наших героев, взгляд вглубь истории. Если вам интересно, вы просто посмотрите, как это работает во время интерактивной площадки. Вот я загадываю, кто герой, конец XVIII века, святой адмирал, главнокомандующий, не потерял в боях ни одного корабля, и мы смотрим с вами, и дальше понимаем, что герои-то у нас какие-то разные бывают, адмирал, ушаков, да, дальше, кто герой? Крестьянин Иван, завел войско поляков в лес, на погибель, спас кого? То есть пытаемся понять, они, конечно, кричат, что это Иван Сусанин, они более-менее знают, дальше мы эпоху, пытаемся восстановить эпоху, то есть смотрите, каждый раз мы загадываем какую-то вот загадку, либо это герой, либо эпоха, либо подвиг, да, и дальше мы пытаемся понять, а в чем же его был подвиг-то? Ну, завел он поляков в лес, а подвиг, кого он спасал этот момент? Оказывается, он молодого царя спасал, которого только-только на трон, нового-нового, то есть Романова, да, утвердили, но это подробности сегодня не говорим, я только идею вам показываю, также смотрите, герой эпоха подвиг, Римма Иванова, Первая мировая война, сестра милосердия, в чем подвиг? Девчоночке 18 лет, 19 лет, выносит с поля боя на себе солдат, а подвиг еще заключается, то есть десятки солдат спасает, а подвиг заключается в том, что она еще и в конце концов берет знамя, стяг, и ведет за собой даже солдат, то есть и погибает, вот и так каждый раз, вот святой патриарх Тихон, тоже святой, подвиг святого, в чем же его подвиг? В годину страдания, в годину катастроф, в годину, когда все разрушалось, и когда кровь лилась, это подвиг любви, смирения, призыва к стойкости, вот дальше, следующий, а сейчас мы переходим, вот одна из последних площадок, она называлась «Подвиг отцов», я проводила 23 февраля, успела, она даже успела до карантина, «Подвиг отцов», и вот это уже подвиг как раз Великой Отечественной войне, посмотрите, это очень известно, его уже осмыслили в основном, знаете, практически только спрашиваешь, все уже хором кричат, в чем подвиг Марийцева, а дальше мы начинаем с вами смотреть на такие подвиги, которые даже по сути дела не понимаются как подвиги, и вообще о чем идет речь, Великая Отечественная война, блокадный Ленинград, пекарь, Тютинин, Данил Иванович, умирает от истощения, то есть полное истощение, просто на своем рабочем месте, а он ведь пек хлеб, а ведь он мог по кусочку себе класть в рот, а ведь он мог себя подпитывать, но этого не сделал, он делал так, как ему, так сказать, давала, приказывала его совесть, совесть человека, который знает, что сейчас такое страшное время, что каждый отщипнутый кусочек хлеба это ребенок голодный, который умер за счет его жизни, вот эти подвиги мы смотрели, у меня иногда бывают видеоролики, иногда презентации, и вот еще один подвиг, ученые блокадники, ой, ботаники в блокадном Ленинграде, для детей это новое, если даже вы это знаете, то для детей это новое, потому что они не понимают, как можно сидеть на мешках с зерном, как можно сидеть на мешках с картошкой и умирать от голода, сохраняя наш зерновой и самый главный наш фонд, да, и дальше, и вот если мы говорим сегодня, все-таки у нас тема сегодня с вами была, это герои, проектная деятельность именно героев кузбассовцев, то вот я предлагаю познакомиться с подвигом героев кузбассовцев, с жителем моего города, город Березовский, герой Советского Союза, резвых Леонид Степанович, вот когда мы открываем площадки, открывали, каждый раз, каждая школа, обязательно, когда школа хотела говорить о нем, потому что это наш единственный герой Советского Союза в городе Березовский, единственный у нас такой вот ветеран, он прожил еще несколько лет после Великой Отечественной войны, умер достаточно молодым человеком, сердце-то не выдержало, но тем не менее это наш герой, и подвиг-то его какой интересный, уникальный. Вот в 45-м году Леонид Степанович командовал небольшим батальоном, инженерно-саперным батальоном, то есть что они делали? Они разминировали противотанковые мины, то есть заложенные мины, и когда наши войска шли с таким опором наступления на Берлин, то везде, вы же помните, все было либо заминировано, либо взорвано, либо, то есть сделано так, чтобы только задержать путь наш, прохождение наших войск. И что делал он? В одну, за одни сутки он лично, командуя батальоном, они разминировали 297 противотанковых мин, и дали проход, ни один танк не был взорван. То есть настолько это было профессионально сделано, и вот за высокое такое качество исполнения боевого задания он был награжден с вами Герой Советского Союза и орденом, и медалью, вот подвиг нашего земляка, скажем так. Вот я сейчас показала, как можно работать в этом проекте на любую тему, любая, это может хоть святые, хоть Великая Отечественная война. Дальше, чтобы детям это было значимо и памятно, обязательно, как вот сказал Григорий Сергеевич, использование видеоматериалов, они впечатляют. И обязательно какой-то вот эстетический момент, то есть песня в начале, может быть, какой-то пластический этюд в конце. Но здесь уже нужно связываться с группами, с артистами, с местными, да, теперь хотела показать вам, что есть герои, чей подвиг, вот можно назвать подвиг духа, это уже герои 21 века, ну тоже вот, о чем мы говорили с ребятишками, я покажу вам быстро, герои духа, веры, сердца, мужества, вот, например, вот посмотрите, просто как идею, тоже стоит всегда говорить, герой мужества и сердца, Мерген Баир, спас девушку, вытащил за 10 секунд на взрывы автомобиля, это герои, которые выступают, вот героически, непонятно почему, вот они, может быть, даже были мальчиши, плохиши в школе, а потом раз, случается ситуация, и человек спасает, оказывается, он способен поднять себя на этот подвиг, успеваете прочитать, вот, Никита Солодов, герой сердца и мужества, тащил 5 километров дедушку, верзающего, вот эта девочка, очень известная, Юлия Король, которая спасала, вот, на этом всем озере тонущих детей, своих же, она сама еще будущая подростка, и потом именно она сообщила о трагедии на всем озере, святой Лука Крымский, его подвиг, очень важно понять, вообще, подвиг святых, это особая статья, как важно вообще вводить в мировоззрение современных подростков подвиг святых, насколько у нас они не понимают, кто такой святой и почему он святой, если только о святом Луке можно говорить, наверное, три урока, и еще и фильмы смотреть, да, и, ну, конечно же, герой Евгений Родионов, его подвиг очень завораживает подростков, завораживает, как так вот, три месяца, по сути дела, как в гестапо, в яме, мучения, страдания, избиения, да, а потом еще и голову отрезали, и почему? А ты отрякись от Родины, от Матери, и от Креста, от Веры, вот подвиг, да, вот к этому подвигу у нас была посвящена очень такая шикарная, потрясающая композиция, которую делает профессиональный театральный коллектив, и он представлен был на форуме, и если кому-то будет надо, если кому-то нужно будет вообще посмотреть, потому что лучшие номера все записаны на видео, все сохранены у меня, и они сохранены на Яндекс.Диске, если будет необходимость посмотреть, как готовятся такие номера, вот, например, подвиг героя краснодонцев, да, то я готова поделиться этим, просто дать вам ссылку, и вы потом посмотрите, потому что этот проект можно разворачивать совершенно в разных направлениях, под подвиг доктора Лизы, вздохнем и поймем, да, что это за путь, не только я уже сокращаю все, конечно, подвиг шестой, прошутные сатные роты, тоже о нем очень важно говорить, и есть что посмотреть, и так, герои силы духа спасли, помогли, выдержали, выставили, думали не только о себе, помогли многим, победили, страх, немощь, отчаяние, слабость, это герой мужества, это вот отдельная площадка, отдельная тема, я бы хотел, а теперь я бы хотела, если еще прям быстро-быстро полистать, как фото, презентацию, как этот проект развивался, вы уже поняли, что у проекта есть миссия сформировать в духовном кругозоре какого-то человека галерею национальных героев, это наша миссия, задача, потому что если мы это сделаем, если мы сформируем такую галерею, то наши подростки, перестанут сходиться в стаи, когда они могут друг друга травить, унижать, заниматься буллингом, когда они, у них вот эта вот агрессия, неприязнь, когда вот это вот чувство, уничтожение, так сказать, желание возвышаться через унижение, а то будет уходить. Вы знаете, я из тех советских времен, когда пионерия комсомолия была, и вот мы, дух пионерский осмысления подвига был нам очень свойственным. Я училась в пятой школе, которая носила имя Дмитрия Михайловича Карбышева напротив юбилейного кинотеатра, и вот тогда как раз я входила в команду, которая отстаивала право школы имя Дмитрия Михайловича Карбышева присвоить. И вот знаете, мы занимались глубоко подвигами пионеров-героев, и самого Дмитрия Михайловича Карбышева, и той же Веры Волошиной, и вот видно было, вот видно было, что когда ученик отзывается на подвиг, например, любое мероприятие, классный час, и вот он сочувствует, его глазки сочувствует, ему не всё равно, как наш девиз, не всё равно, то видно, то знаешь, что этот ученик потом и не делает гадости. А видно было, что кому-то так, вот он сидит вот с ухмылкой, и вот у него, ему не трогает ни подвиг, он не верит этому, всё, ему далеко, его души-то не касается. И дальше мы понимали, что такие ребята у нас попадали в преступные группы тогда, и, к сожалению, они участвовали и в драках, и в разборках, и в разбоях, потому что вот это очень важно. Подвиг пережитый в душе, он откладывает, так сказать, свой отпечаток на выборе, человек совершает выбор, и на мировоззрение. И если это вы позволите, сейчас очень быстро вам, прям подверь мне секундочки, полетаю вот те аудитории, которые участвовали вот во всем, в этих... Вот смотрите, Герои Великой Отечественной войны, Краснодонцы. У меня есть запись шестиминутного, маленького, такого номера, пластического, через который раскрыт был этот подвиг. Ну, знаете, очень многие плакали, потому что действительно так было сделано, вот так сделано, мы показываем на шести площадках потом, везде этот вот номер. Ну, дальше вот смотрим. Подвиг, который дается через, допустим, вот какой-то вот стихи, композиция, там скрипка, используются разные формы, подвиг легендарных участковых, мальчишка рэп написал, подвиг своей семьи, участие, допустим, священнослужителей, допустим, песнопения. Вот уже пошли, смотрите, подвиг святых земли русской, Борис и Глеб. Подвиг четырёх царевин романовых. Это тоже у нас композиция была, такой, как мини-спектакль был сделан. Сейчас я только полистаю, чтобы уже просто посмотрели, увидели, как преподносят наши дети подвиг. Даже Матронушку московскую представляли. Вот. И потом вот пошёл форум. Этот форум юных патриотов, когда вот прошло 400, огромный-огромный зал. Посмотрите, это можно всё сделать. Если, конечно, будет не сейчас, может быть, попозже, да, но мы понимаем, что это подвиг героя, солдаты Евгения Родионова. Композиция, которая была сделана. Вот игра, интерактивная игра. Пройдём сквозь врата истории. Мы готовы поделиться этой игрой. Она разработана. Это квест. Это нужно только вот такой зал большой-большой и организовать места для этого квеста. И дальше задача уже провести команды получить дипломы, награды, порадоваться, что это всё у нас было. Итак, я завершаю пока вот эту тему, потому что у нас ещё вторая будет тема. Результат проекта. Если вы, мы с вами, узнали историю героя, пережили в своей душе его подвиг, прочувствовали его в своём сердце, значит, мы начали создавать для себя галерею национальных героев. Значит, нам не всё равно. Значит, любой подвиг, который мы подняли от уровня информации до уровня впечатления, он был заложен в нашу душу. И вот посмотрите, я сейчас этот проект ещё раз показываю. Если сейчас кому-то нужно будет воспользоваться этими материалами, я вам показываю почту, которую можно записать. Вам видно? Сейчас вот так вот видно на эту почту. Я забыла её внести в презентацию. Успейте записать, кому нужно. mcard63sobaka.yandex.ru Если вы успели исследовать, я потом вобью это вниз ещё, да? Наверное, в чат вобью. И вот посмотрите, я ещё немножечко могу про вторую тему, да? Давай вторую тему. Здесь я могу сейчас, наверное, скрыть презентацию, она нам больше не нужна, да? Сейчас я хотела ещё представить второе направление, с которым я достаточно глубоко много работаю. Это такие вот уроки памяти или, скажем, видеобеседы с учащимися, как правило, пятых-седьмых классов на тему «Дети война». И вот сразу скажем с вами, смотрите, «Дети война». Ну, наверное, многие классы руководителей проводят такие темы, может быть, пытаются, и, конечно, я даже знаю, что так вот это делают, да? Пытаются показать, что такое концлагерь детский, тот же «Солоспилс», или, ну, то есть, показать страдания детей. Но сегодня, опять же, мы можем говорить о том, что так уж воспитаны наши дети, и в таком они венталитете, и в таком окружении. То, что они смотрят, вы сами знаете, что, к сожалению, им очень трудно понять, вот вообще душою понять, что же сегодня у нас происходит. Вообще, как это вообще пережить войну? Как это вообще детям, подросткам и малышам вообще поучаствовать в тех страшных событиях и остаться ещё живыми и вообще, так сказать, не сойти с ума? И вот я предлагаю для просмотра пять фильмов, которые поднимают эту тему совершенно по-разному. Из четырёх из них, я сейчас вам их озвучу, сделаны коллажи. Как же я поделюсь с ними? Они загружены на Яндекс.Диск. То есть эти коллажи можно использовать уже сразу же на одном, допустим, классном часе. Я попробовала, так сказать, сконцентрировать в этих коллажах тему, то есть взять самые кульминационные моменты фильмов и так поджать их. То есть другого варианта нет, нет возможности целиком показывать фильмы. И дальше мы двигаемся как-то нового коллажа к другому и постигаем эту тему. Дети война. Первый фильм, который предлагаем, это «Девочка ищет отца». Вот можете написать здесь вообще «Девочка ищет отца». Это фильм, один из самых первых фильмов. Видели вы его или не видели? Поможете поставить плюсики. Видели ли вы этот фильм? Он один из первых фильмов послевоенных, который показал вообще детскую проблематику. Дети на войне. Маленькая девчушка, еще играет, такая актриса, очень интересная. Ой, все. Каминко, Анна Каминко. Будучи пятилетней девочкой, она играет в этом фильме. В общем-то, фильм не столько страшный, сколько интригующий. Девочка является дочерью командира партизанского отряда. И дальше происходит событие, когда все фашисты ловят эту девочку, потому что они узнали, что он где-то здесь сейчас находится у них, и пытаются ее поймать, и через нее поймать, так сказать, отца. Вот. Сколько бы раз я не показывала этот коллаж, я видела одну реакцию. Дети просят дальше. Дальше. Потому что им очень важно понять, а что же будет дальше. Но дальше мы говорим так. Дорогие ребята, вы находите этот фильм в Ютубе, девочка ищет отца, и смотрите целиком фильм. Потому что это очень полезно для вас. Вот самый, это самый щадящий фильм. Самый щадящий. Потому что в нем нет страшных сцен. В нем есть интрига сюжетная, но нет страшных, роковых сцен. Есть переживания ребенка, которая спит там в лесу, одна девочка спит в лесу, потом ее хватает, потом там ее этого мальчика, который спасает, яхту хватает. Но следующий фильм, «Помни имя мое», это же вы знаете, что фильм нашего советского времени про мальчишечку, который вырос в концлагере без мам, потом его взяла польская мама к себе. Ну вот это тоже кусочек, фрагмент этого фильма, раскрывает, что такое концлагерь, дети и концлагерь. Следующий фильм, «Подранки». Вот этот фильм уже, конечно, он очень, он бьет, конечно, очень сильно бьет во сердце. И это очень хорошо. И это правильно. Потому что, когда ребенок сегодня смотрит глубокий фильм, в котором показано детское страдание, это работает только на здоровье его души. И в том числе на здоровье его психики. Потому что оказывается, что сегодня, вы же сами понимаете, как это важно, вызвать эмпатию. Эмпатию у подростков к страдающим детям. И здесь, у меня, конечно, сделан калаш, возможность смотреть целиком. Но я знаю педагогов, которые использовали этот материал и смотрели даже фильм целиком. Можно ли за один урок, а за два? Вы знаете, да, детям трудно смотреть сегодня такой фильм, в котором нет эффекта экшн. Трудно смотреть. Тем не менее, они его смотрят. А дальше выводы. И какие выводы? Он понимает, что есть разные судьбы, разные дети. И это все очень важно понять. Это все в копилку человеческого опыта. Потому что мы к этому опыту приобщаемся сегодня через кинематограф, через видеообраз. И понимаем, оказывается, что это тоже было, и это важно было пережить. Ну и следующий фильм, который я предлагаю, это «Мальчик в полосатой пижаме». Это фильм не наш, не отечественный. Это фильм зарубежный. Сделан он буквально свежим, буквально на десятилетие всего этого фильма. Сделан он очень интересно, ярко, а смотрится на одно дыхание. В нем парадоксальная ситуация в этом фильме. Мальчик, главный герой, там 6-7 лет, мальчик, у которого папа, начальник концлагеря. Концлагеря, в котором каждый день сжигают людей в крематории. И вот получается, этот мальчик в полосатой пижаме прорывается к ограде этого концлагеря и находится подруга там, шмуля, еврейский мальчик, у которого папа здесь же, в этом концлагере, и он. И он становится его другом. Дальше надо смотреть. И важно показывать детям. То есть интересно, что получается уже концлагерь, судьба детей и вообще страдания, находящиеся в концлагере, показаны глазами немецкого ребенка, которого хотели вырастить истинно морицам. То есть его менталитет формировал и учитель, и мама, и папа, как менталитет истинно варится. Но в его глазах отец был представлен как национальный герой. То есть папа – это герой. Да. Он не знает, он мальчик не знает, что делает его папа. Ему это не открыто. Потому что, вот пока он не попал в концлагерь, да, но получается, что папа – это национальный герой, и мы воюем за правое дело, а людей-то сотнями сжигают. Вот это истина открывается этому мальчику. Я рассказываю так, может быть, тем, кто не видел. Ну и последний фильм, который просто потрясает, и сегодня, это свежайший фильм 2019 года, это фильм «Сестренка». Фильм «Сестренка». Оно же открытие. Это прямо, знаете, такое благостное открытие, что такие фильмы сейчас делают. Главный герой – шестилетний мальчик. Мальчик из Калмыкии. По-моему, там Калмыкия. Да, да. То есть там, там, где, ну да, то есть там, где войны не было, но недалеко от фронта. И вот истукание, которое выпадает на его долю, шестилетний, такой чуткий, такой умный мальчик, так играет, как потрясающий этот юный актер. Это девочка, которая привозит с Украины, у нее расстреляли всю семью. Ей семь лет, и папа переправляет ее, свою семью. Вот. Этот фильм потрясает. Его нужно смотреть. Вот я хотела вам рассказать вот именно о том, сначала, это прям материали, с которым мы работаем. Я опять фильм предлагаю для просмотра. Что-то через коллажи, может быть, целиком получится где-то. Ну, а дальше мы работаем всегда с элементами видеодиалога и видеодискуссии. То есть мы посмотрели и все договариваем. Такое впечатление. Кто нас больше всего здесь волнует? О чем мы больше всего переживали? Чтобы обязательно дети вербализовали, положили на слова, на слова свои впечатления и свои чувства. Чтобы это не осталось просто вот посмотрели и разошлись. Это важно. И поэтому, где возможность есть вести такое вот видеобеседу час, вот за час я успеваю и коллажа посмотреть. Но я не беру здесь вот сестренку. Надей может фильм. Если это меньше, допустим, дает один урок 40 минут, тогда, конечно, я что-то не успеваю. Может быть, попрошу еще один урок. Вот. Ну, а если это предложить вообще педагогам у себя делать на своих площадках те же человек приходящий, а если это педагог имеет возможность смотреть у себя, в рамках своего урока, то это вообще очень хорошая возможность. Я готова поделиться материалами. Вот. Может быть, вопросы будут. Я представила проект галереи национальных героев и тематический видеоурок или видеобеседу, который называется «Дети и война». так, сейчас я напечатаю свой здесь коронный рамплис. если что-то будет нужно, обращайтесь, буду с вами делиться. Так, если есть какие-то вопросы, спасибо большое. Спасибо, Марина Ильинична. Отключай, да? Да, вы можете оставаться на связи с нами. Почему? Да-да-да, я отключаю видео, чтобы меня уже было не видно, да? Видео, как хотите, можете оставаться на связи, можете отключиться. Отключай. Уважаемые коллеги, мы продолжаем наш веб-семинар. Сейчас слово предоставляется Ларисе Владимировне Чайниковой, педагог, который мне больше известен, как учитель. Сейчас вы представитесь, в какой школе вы работаете. Мы с вами сотрудничали, когда вы были учитель лицея номер 22 Белова. То есть у нас, потому что представлены несколько территорий, и Белова, и Березовский. И перед тем, как Ларисе Владимировне сейчас слово передать, Лариса Владимировна, слышите нас, видите? Лариса Владимировна? Да, слышу. Слышите, да? Слышу и вижу. Видите, да? Вы сейчас можете загрузить презентацию свою. Так, это мне нужно, да, загрузить, правильно? Да. Так, сейчас я загружу вашу презентацию. Так, сейчас, секунду. Так. Так, коллеги, сейчас технический момент. Момент небольшой. Оставьте презентацию, пожалуйста, чайникам, вычитывайте. С ведущими сделаем. Сначала стать, потом загрузить. Не, надо сначала себя сделать. Потом выбрать презентацию. А потом дочайник передать права ректора. Можете начинать. Да, все, спасибо. Слышно, да? Да, слышно. Ну, хорошо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Зову тебя, Лариса Владимировна. Учитель истории 38-й школы города Кемерово. И в течение опыта работы была проведена достаточно большая и поисковая, и исследовательская работа именно в учительской среде, в педагогической практике, которая была проведена в несколько школах, в которых мне удалось работать. И вот, в частности, именно поддерживая коллег, которые сейчас говорили о том, как важно обращаться к этому материалу, историки меня поймут. В первую очередь, конечно, когда мы работаем с детьми, мы должны обращаться, с одной стороны, безусловно, к их, поддерживая предыдущего сникера, и к душам, и к сердцам. Но не оставлять без внимания ни в коем случае, конечно же, документальную составляющую. Поэтому вот так сложилось, что именно с документами мы работаем на протяжении уже более чем 10 лет. И в первую очередь, конечно, вообще возникает вопрос, что такое документы личного происхождения. Различные источники дают разную версию, но вот, в частности, на слайде вы видите, что выведены основные теоретические моменты, связанные с тем, что понимать под документами личного происхождения. Это могут быть документы, которые остались от человека, это в том числе семейный фонд, архивный фонд, какие-то документы ваших семейных, так скажем, хроник, и какие-то даже предметы, которые также, в том числе, могут являться источниками наших исторических знаний. И вот, в частности, именно с этим материалом мы и начинали работу, когда только была такая закладка того величайшего интереса к истории Великой Отечественной войны именно в личном происхождении, в личных архивах. Я думаю, что сейчас для вас, конечно, на слуху, безусловно, все, что связано с Великой Отечественной войной, связано с Бессмертным полком. Напомню, что именно Бессмертный полк, который зародился, да, как акция зародилась в Томске, спасибо нашим сибирягам великолепным, и которые затем распространили всю эту практику уже на Россию и уже на мир. Ну вот, эта практика, как показывают у нас интернет-источники, это 12-й и 14-й год. Мы, находясь в школе, еще в 2010 году, я уже сейчас могу сказать точно, мы это сделали благодаря, в первую очередь, техническим усилиям, мы создали книгу памяти. Сейчас такой проект, конечно, уже многих не удивит, потому что очень большая, просто грандиозная работа была проделана многими школами и по России, и по Кузбассу. И в данном ключе важно обращаться именно к детям. Вот вы говорили о том, многие коллеги говорили сейчас о том, что действительно для ребенка важно прожить, принять вот эту информацию на сердце, осознать это, то, что связано с подвигом, осознать то, что связывает его с корнями. И важно обратиться к тому, что является вот эта связка. Это, конечно же, семья. Поэтому в течение работы мы создавали школьную газету, она называлась «Team Times» в время подростков. И вот на протяжении 2008 года у нас начали появляться нацелены материалы детей, которые они приносили в газету, материалы, которые посвящены ветеранам. Ветеранам труда, ветеранам боевых действий. Понятно, что классные руководители, учителя, история заинтересованные, слава богу, и вообще педагоги, которые действительно эту работу выполняют, они эту работу так или иначе в классной деятельности, в неурочной деятельности они ведут, потому что огромное количество людей неравнодушны. Поэтому не случайно, что где-то в 2009 году у нас и возник в газете вот такой проект, создать книгу памяти, где будут помещены воспоминания, либо какие-то записи. То есть это пока было аморфно. Вот предложение просто было на редколлегии, а как это сделать, мы не знали. Но особую роль, я думаю, коллеги со мной согласятся, здесь, конечно, играет, с одной стороны, ну, такие достаточно простые вещи. Ну, казалось бы, собрать материал, да, вот как вы видите, да, анкетирование в школе, допустим. Составить списки ветеранов, да, там, начать сбор информации. То есть, понятно, здесь нам было гораздо проще, потому что у нас была реколлегия, и, соответственно, вот это распределение обязанностей, вообще вот такой, да, мыслительный центр, он очень важен. Также, как вы видите, по пункту четвертому крайне важна техническая смазка. Сейчас она, конечно, вот спустя, получается, да, 9 лет гораздо лучше, но тогда мы, выиграв конкурс, и по газете мы получили прекрасную мини-типографию. Поэтому действительно дети очень четко знали, куда принести этот материал, потому что вы понимаете, мне даже не нужно останавливаться на том, что это бесценный материал, который дети приносят, и самое главное, что он как был принесен, так и унесен обратно, возвращен в семейные архивы. Поэтому не случайно, что вот именно в течение 2010 года мы эту работу проделали. И вот вы видите книгу памяти, которая была выполнена нашим личным дизайном, распечатаны вот эти страницы, на которые помещены именно описания не подвига, а именно сведений о жизни людей, которые, сведения о которых хранятся в семье. Вы видите, да, вот эта эмблема, это 65 лет победы, то есть это вот 2010 год, и учитывая нашу школу, вот я соглашусь с нашими спикерами, что это очень важно, не только наладить вот эту связь, но и в первую очередь показать вот это объединяющее начало. Поэтому у нас там были воспоминания и нашего главного повара, допустим, и директора. И то есть мы вовлекли настолько широкий круг людей, вы видите, 480 человек, а поместили вот в эту первую часть книги памяти только 65, то есть в честь победы. И, соответственно, тот дальнейший материал, который остался, мы были удивлены тогда и рады, когда мы наблюдали, как вот этот наш материал, который мы донесли и спроецировали его вот в такую практическую форму, он обратно пошел в семьи. И понятно, что вот уже затем, когда начались вот эти массовые шествия бессмертного полка, нам писали и звонили и говорили о том, что очень благодарны то, что вот благодаря тому, что в школе был вот такой единый центр обработки материалов, копирования материалов, когда мы фотографировали, сканировали, записывали, все это набирали, то есть все это делали дети. И это было настолько важно, и вот эта общая работа, она настолько бы удушевила детей и взрослых, что вот это было, конечно, великолепно проделанная акция, которая, вот знаете, просто возникла стихийно. И вот, казалось бы, да, ну книга памяти, то есть она действительно, вот каждая уважающая себя школа, муниципальное объединение образования, да, либо дополнительное образование, они постарались все-таки это сделать. А что дальше? Вопрос в том, что действительно здесь уже работа историков. И не случайно, что именно после вот таких масштабных акций и проектов, и каких-то исследовательских работ, оно не должно уйти в никуда. И важно организовать эту работу, исходя вот из тех крупиц знаний, которые хранятся в семьях, то есть выходить на семьи не только на уроках, да, но и во внеурочной деятельности, в работе с проектами, в той же газете. И вот это продолжение, оно вполне логично складывается. Поэтому, если мы, например, смотрим, это очень важно. Вот вы видите на слайде, мы, например, работаем со старыми фотографиями. Конечно, вот, допустим, одна из фотографий, которая уже была принесена одним из ребенков, из детей в лицее, номер 22 года, Белово, вот эта группа сержантов, и посмотрите, дата 3 сентября 45-й год. Действительно, вот такие фотографии, где победители и люди, которые мы видим, они являются, конечно, бесценным сокровищем, и по ним можно провести проектную исследовательскую работу, организовать проектную исследовательскую работу, что и было сделано. Вот, в частности, фотография хранилась в семье ученика 10-го класса, Ваня, забыл уже фамилию, вот, который написал рассказ про своего деда, и, опять же, вот, вложил вот это исследование в свой семейный архив, и, соответственно, нет даже сомнений о том, что он будет продолжать эту работу и будет дальше передавать это в своей семье, то, что мы, собственно, и, конечно же, добиваемся. Это действительно то, что мы называем, когда наша история России, история нашей страны, история Советского Союза становится личной историей, личной, значимой для каждого из нас, из России. В том числе, вот здесь, конечно, когда мы работаем с фотографией, хотела обратить ваше внимание, мы с вами знаем, да, в том числе, когда мы говорим об эпохе, то, о чем говорил предыдущий спитер. Действительно, вот мы нашли такую фотографию, нам принесла наш замечательный секретарь школы, где мы видим вот эту, много об этом слышно, но когда это на самом деле видишь, видишь, видишь вот эту фотографию, где сфотографированы дети, посмотрите, пожалуйста, да, приглядитесь, где написано, спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство. То есть это тоже является вот таким еще одним дополнительным фактором, который позволяет проживать вот эту историю. Ну и, конечно, безусловно, когда вы ориентируетесь на те документы, артефакты, которые предусматривают понимание, изучение той эпохи. Конечно, это в первую очередь документы. Вот вы видите здесь же это документ, который выдавался со словами Сталина и с портретом Сталина в благодарность за победу, удостоверение, конечно же. И, безусловно, бесценным свидетельством являются фронтовые письма. За весь период работы, который мы проделали, у нас было только одно, представляете, одно вот такое знакомство, потрясающее знакомство с настоящими солдатскими письмами. Но и на нем тоже ребенок, хотя вот он написал эту работу, так, третий класс, да, роман Нинюк, насколько я помню. Именно он принес вот эти письма своего прадеда, который написал вот эти письма незадолго до гибели. И, в частности, именно здесь уже, ну, конечно, не третий класс, а более старшие ребята заинтересовались таким словом, как аттестат, который неоднократно упоминается в тексте письма вот этого человека. И на протяжении некоторого времени они провели целую исследовательскую работу. Что такое аттестаты, какие они были, почему о них упоминает вот этот человек. То есть это действительно было очень интересно. А вот исследовательская работа, не отправленное письмо Кате Козловой, оно было сделано, казалось бы, вообще на удивительном материале, который также можно использовать. Это то, о чем говорил Григорь Сергеевич. Это фронтовой путь наших сибирских дивизий. И вот, в частности, мама директора нашей школы, Лены Григорьевны Козловой, Ольга Александровна Квасова, она была в составе как раз 7-го зенитно-пулеметного полка. Великолепный боевой путь этой женщины сохранился, но сохранилась в первую очередь карта. И вот на основе этой карты, на основе семейных архивов была построена полностью исследовательская работа, которая сейчас хранится в семье, которая была напечатана в том числе в газете, потому что человек после боевого своего пути прошел славный путь лидера профсоюза нашего крупнейшего градообразующего предприятия Буэльского металлургического завода. То есть человек действительно очень знаменитый, очень известный. И все это стало возможно только после того, как вот мы восстановили ее боевой путь. И еще один пример, который я сюда не поставила, это пример, опять же, если мы уже не говорим о документах личного происхождения, а именно о свидетельствах бытовых, казалось бы, очень странная вещь, но которая также может повлечь за собой и проекты, и исследования. Это один из примеров, который был у нас тоже в нашей исследовательской проектной работе. В семье сохранилась только ложечка и чашка металлическая. Ребенок, который принес это, сказал о том, что это сохранилось от бабушки, которая приехала сюда в Кузбасс из Челябинска. Когда был построен Челябинский Магнитогорск, то есть где-то в Уральском регионе, где был, как мы с вами знаем, построен металлургический комбинат. Ну, в данном случае, наверное, скорее всего, Магнитогорский металлургический комбинат, потому что об этом свидетельств не сохранилось. И вот когда мы начали выяснять и опрашивать, восстанавливать вот эту историческую связь, у нас родилась настоящая исследовательская работа, которую ребенок назвал «Другие люди». Потому что действительно вот настолько вот это детей поражает, когда они видят, через какие испытания люди проходят, какой энтузиазм ими движет, и как это действительно может быть прекрасно в их судьбе, и насколько они являются значимы для собственной судьбы, это, конечно же, очень важно. И действительно, вот эта работа «Другие люди», она говорит о многом. Но важно понимать о том, что действительно это все части нас. И если удается вот эту работу сделать таковой, это, наверное, самая большая миссия педагога, учителя, родителя, потому что действительно вот это единство на теме Великой Отечественной войны, оно, наверное, во многом объединяет не только семьи, но и объединяет как сейчас говорят, участников образовательного процесса. То есть всех людей, которые неравнодушны к этой теме. И это очень важно. И, в частности, вот именно в этом году тоже, когда мы проводили ту же акцию блокадный хлеб в школе 58-й, когда мы проводили акцию, посвященную Курской битве, Сталинградской битве, для детей очень важно говорить об этом, слышать. И сейчас действительно, вот если получается уже на этом поколении спустя, да, 9-5 лет, да, потому что действительно информации становится все меньше источников информации, имеется в виду людей, которые были свидетелями этого, становится все меньше. Если удается эту работу сделать, это очень важно. Поэтому, пожалуйста, нужно делать, нужно создавать, нужно работать, и благодарность и значимость этой работы, она не, думаю, не оспаривается никем. Спасибо. Спасибо, Валерий Слава. Владимир, Завершая наше мероприятие, хотелось бы что сказать, что работа эта будет продолжаться, ну вот, в каких форматах, конечно, ну так как у нас семинар по основам духовно-нравственной культуры, вот, хочу обратить внимание коллег и тех, кто преподает этот предмет, понятно, что в основном речь идет об учителях, кто ведет либо историю, либо русский язык, либо литературу, в общем, предмет ДНКНР не является основным, он, по сути, как комплектативный, и тем не менее, я лично вот считаю, что предмет очень важный, особенно в наших условиях такого потребительского общества, вот, обобщая все, что было сказано, у нас, к сожалению, мало подключений, я смотрю, я понимаю, что сейчас все заняты где-то на дистанционке, и вообще времена такие тяжелые, вот, хотелось бы, чтобы те, кто участники вебинара, они постарались как-то работать со своими, ну, общаться с коллегами, то, что работать громко, общаться с коллегами, и пытаться передать им хотя бы информацию про то, что здесь сказано было, про запись, он нам будет выложен на YouTube-канале, про, то есть, программа записывает вебинар, презентации я потом приложу все к отчету по вебинару, они будут на сайте, в ближайшее время выложены, и что хотелось бы сказать, вот, в качестве выводов, теперь важные, вот по поводу фильма, вот, у меня появилась такая форма работы, она с учителями, я работаю преимущественно с учителями истории, учителями УДНКНР, и форма работы следующая, на семинарах, когда коллеги приходят, приезжают либо на курсы, ну, нередко возникает такой момент, что, что вы нам новое можете рассказать, и вот, одна из форм работы, которая, что новая, что пользуется всегда популярностью, что ли, вне зависимости от того, с какими, с какими коллегами приходится работать, с опытными, с неопытными, с молодыми специалистами, с теми, кто недавно начал преподавать историю, допустим, неурочную деятельность по истории. Вопрос был такой, какой ваш любимый фильм про войну? И вопрос этот вызывал, во-первых, вот, что мне понравилось, массу новых ответов, то есть, он заставлял вот, казалось бы, тема такая, всем известная, задумываться, потому, что действительно, вот сейчас Марина Ильинична разбирала эту тему, надо понимать, что у нас все-таки видеоматериал является, тем более, сейчас, видите, дистанционные формы стали применять, один из доминирующих форм в работе с детьми, так получается, что мы живем в цифровой цивилизации, уже во все, и интернет стал просто таким местом, без которого невозможно жить, вот, и фильмов про войну снято много, очень, и очень большая возникает такая, ну, дидактическая, учебная проблема, что ли, как эти фильмы правильно использовать, с точки зрения именно воспитания детей, воспитания новых поколений, потому что, понимаете, вот, фильмы сняты в разные эпохи, под разные поколения людей, не все фильмы удачные, в некоторых фильмах представлена хорошо какая-то нравственная, философская сторона, особенно это касается фильмов, вот, черно-белых, советских, снятых теми, кто участвовал в войне, кто это все на себе пережил, а то, что касается спецэффектов и какой-то вот подачи, красивой подачи материала, то это уже, понятно, начало 21 века, фильмы, снятые, допустим, 28 панфиловцев, ну, и так далее, то есть, когда вот я задаю вопрос учителям, те, кто постарше, они, понятно, отвечают про те фильмы, которые они видели в своей молодости, в своем детстве, в своей юности, часто называют, например, старшее поколение «Иди и смотри», фильм известный по Алисе Адамовича, а поколение более молодое, там, 20-30 лет, они называют фильмы современные, ну, те же 28 панфиловцев, например, либо «Брестская крепость», хотя «Брестская крепость», уже фильм далеко не современный, он снят 10 лет назад, уже сколько времени прошло, а он только начинает входить в оборот, ну, вот, тот перечень фильмов, которые приобрели известность, приобрели значимость, то есть, его актуально использовать на занятиях, в вопросах актуализации того видеоматериала, который есть, то есть, вот, я когда начинал рассказывать презентацию и сказал, что обратите внимание, ссылка, ну, я обратил внимание на проблемы, которые возникают при демонстрации видеоматериалов, потому что где-то есть реклама, где-то материал устаревший, где-то вот там ссылка может сбиться и так далее, вот, и в этом плане работа с фильмами, с отрывками из фильмов, она приобретает, ну, такое важное значение, и хотелось бы, чтобы коллеги задавали себе такой вопрос, какой ваш любимый фильм про войну, и продолжали дальше эту работу, это очень значительно колли для работы, причем обращу внимание на то, что фильмы есть и советского периода, есть фильмы западные, иностранные, допустим, в наших стран бывшего социалистического лагеря, польские фильмы Анжиа Вайды, очень такие с кинематографической точки зрения интересно снятые, есть югославское кино, есть там чешское кино, и вот это кино, оно как-то забыто, если только тот, кто интересуется, посмотрит, допустим, канал Культура, там часто показывают такие фильмы, если только вот такие, и только эти наши коллеги, они обращают на это внимание, тоже они несут очень такой познавательный материал, интересный, с ними можно работать, особенно в старших классах, то есть вопрос в том, как правильно выразить воспитательный компонент, как правильно показывать, как жили люди во время войны, что они чувствовали, чтобы это было понимание, и вот Марина Вильнюшна очень так грамотно поставила на вопрос системно, методически грамотно обосновала, сказала, что эпоха подвиг и герой, то есть вот объяснить, что почему появляются герои, почему они в эту эпоху появляются, почему они совершают подвиг, как обычный человек становится героем, совершая подвиг, не обязательно это какой-то военный поступок где-то на войне, это может быть повседневный подвиг где-то в мирной жизни, это может быть учитель, который работает в сельской школе и во время войны и несмотря ни на что ведет уроки, работает с детьми и там в условиях, когда нет ни бумаги, ни тетради, нет времени, чтобы заниматься, все вбирают на работу куда-то в колхоз тяжелую, не хватает продуктов питания, чтобы вот это уметь грамотно показать на занятии. Это может быть и понятно, мы вот сейчас говорим в основном про военных, моменты связанные с трудовым подвигом, они вот шахтеры, металлурги, которые здесь вкалывали на заводах, на шахтах, вот это как бы тоже забывается, ну вот мне так кажется, то есть боевой подвиг всегда преимущественный перед трудовым подвигом, вот у Марины Леничной грамотно, это системно все показано, картина, там речь идет в том числе и о пекаре, то есть обычно связаны, когда говорят, что люди, которые связаны с производством продуктов питания во время каких-то катастроф, войн, они как-то, ну какая-то привилегированная сословия, а видим, что это тоже очень важный труд, хоть и в ТУ, и он позволяет народу, армии, там, рабочим жить, работать и диковать победу. Ну и завершая занятие, хотелось бы, чтобы вот педагоги больше проявляли инициативу собственную и в учебной деятельности, приезжали делиться опытом на семинары, на курсы делились опытом, выступали на нашем форуме Дни истории в Кузбассе, предлагали свои материалы, то есть работали в рамках ассоциации учителей истории общества знания, работа эта будет продолжаться, на всех семинарах, на курсах, на различных мероприятиях, все это сейчас позволяет наше мероприятие оцифровывать, размещать в интернете, и работа выходит на какой-то более качественный уровень, ну и надеюсь, что через год к дате трехсотлетия Кузбасса, все текущие проблемы, они как-то решатся, и мы сможем достойно наш коллектив учителей истории, общество знания, ДНКНР, подойти к этой дате, достойно себя показать, ну а завершая занятие, хотелось бы сказать, поздравить все-таки с 75-летием победы, очень значимая дата, она вызывает скорее сейчас и гордость за героизм, и слезы, конечно же, за то, что происходило, за всех тех погибших земляков, которые очень много погибло на фронте, на самом деле. Вот, и вот мне вспомнился последний момент, я сейчас немножко времени не займу, я вспоминаю 90-е годы, 9 мая 95-го года, когда вот это все было на в Ельцинской России, как-то забыто, что ли, парадов долгое время не проводилось, ну и было какое-то шатание умов, по крайней мере, вот это, я речь веду Кемерово, 35-я школа, молодежь не совсем понимала, что вообще происходит, все как-то связано с победой, хотя были живы все ветераны, много еще, и понравилась фраза, вот тоже проводился классный час, 9 мая 95-го года, и фраза нашего классного руководителя, Светлана Аркадьевна, который сказал, что как вы можете вообще забывать все то, что происходило, как вы можете вообще как-то к этому всему относиться, как-то холодно, как-то вот, ну вот, как-то равнодушно, что ли, тогда такие нотки были в отношении к всему, неизвестно, в какой кабале мы бы все были, и на этой ноте хотелось бы наш вебинар завершить. Спасибо всем за внимание. You are now muted.